Ну что ж, ребятки, сегодня будет довольно-таки интересное видео, я всех приветствую. Сегодня мы сделаем такой некий итог, я собрал свой любимый автомобиль, поставил просто все, что нужно было, и в сумме потратил 400 миллионов рублей. Вы этот автомобиль прекрасно знаете, ну и сегодня я вам хочу показать последний элемент тюнинга, который я поставил, самый дорогой. Это будет финальное видео про этот автомобиль, надеюсь он вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а так, ребятки, не забывайте то, что играю на проекте Amazing Holy Play на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в начале игры вам конечно же поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Но я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, начнем я думаю с небольшой предысторией, чтобы вы в принципе понимали, что это за автомобиль, откуда он взялся там и так далее, зачем я его собрал, потому что возможно кто-то об этом не знает, возможно кто-то забыл, поэтому давайте я вам как бы напомню. Я играл долгое время на первом серваке, я отыграл там около пяти лет и у меня был автомобиль, который был у меня практически все время. Это BMW M5 F90 с номерами Мур-7, на которой был третий чип, аудиосистема и неон. Это был мой любимый автомобиль, который мне очень сильно нравился, но потом случилось то, что я немножко злупил, даже немножко, прям жестко накосячил и мой аккаунт деактивировали. И я перешел играть на второй сервачок. На втором сервачке я начал свою новую жизнь, начал развиваться, были разные автомобили, но душа как бы просила, нужна бэха, нужна бэха, которая была у меня на первом серваке. И я принял решение, что я хочу собрать такой же автомобиль, который у меня был. Изначально я купил машину с аудиосистемой, потом поставил туда нитро, неон и купил номера. Номера, к сожалению, Мур-7 я купить не смог, я предлагал за них очень большую сумму, а именно 100 миллионов, хотя эти номера, этих денег как бы не стоят. По итогу я нашел человека, у которого были номера Мур, у него были там разные двойки, тройки, четверки, но я выбрал как бы пятерки. По итогу я собрал тот самый автомобиль, который у меня был на 01 серваке, но я хотел как бы сделать что-то больше, хотел закончить автомобиль до конца, чтобы у него был зеленый ПТС. И последнее, что мне оставалось, это поставить стробоскопы. Я понимаю то, что в них нету никакого смысла, по факту, но просто оно моргает и все, для красоты, для понтов там и так далее. Я понимаю то, что многие мне скажут, что проще было купить уже готовый автомобиль, то есть фул зеленый ПТС, BMW M5 F90, можно купить там ну за 250 миллионов спокойно. То есть это было бы намного выгоднее, чем я потратил 400 миллионов. Но вы должны понимать, то что когда я начинал собирать этот автомобиль, у меня не было ни одного бизнеса, ни другого. У меня была тогда транспортная компания и денег особо много у меня как бы не было. То есть я не мог себе позволить сразу купить готовый автомобиль. Поэтому я решил то, что я буду его постепенно собирать и так будет как бы интересей и машину потом в будущем жалко будет продавать. И вот получается вчера это все произошло, я наконец-то купил стробоскопы и поставил на этот автомобиль. Трейд то понятно, я говорю, чтоб на рынке не ставили. Сколько там? 50, да? Да, нету. Все, выставляй. Так, 70 миллионов. Все, спасибо большое. Так. Блядь, неужели, сука? Даже не верится, я баху. 15 тысяч, сука, осталось на руках, блядь. Я был из стробоскопы, нахуй. Готовы, ребята? Готовы, сука, готовы, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Маруська, нахуй. Неси трусы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Даже не верится, нахуй. Вот она, пацаны, вот она, сука. Рыба моей мечты, нахуй. А фонарей светили, будто на дурне. Поднимаюсь по диктам назад, чешно. Дырь открыта, тем толпа передо мной. Покружаюсь в глубину ее виной. Во внимании пацаны насобирались. За рассказами, скрывающими огонь. Понемногу вычердал отражание. Кто здесь спросит, с кем ты обречешь руку? Скорбит ли огонь. Скорбит либанат. Занят по покой, нарушил облик. С кайфом так темно, она так чиста. И ее бедро так манить себя остро. С кайфом так темно, она так чиста. Ну что ж, ребята, вот так вот получается. Наконец-то я поставил стробоскопы на данный автомобиль. Обошлось мне там 130 миллионов рублей. То есть я считаю, что 130 миллионов это вполне адекватная сумма за стробоскопы. То есть если там покупать их за 200 лямов, за 170, то есть это дорого. Да, понятное дело, что я как бы обратно в долг взял деньги. Я думаю, никто не удивлен, потому что, да, Кирюшка бизнесмен, блядь. Бизнесы 100 за 2 миллиарда. Промокодик есть там и так далее. Но у Кирюшки никогда нету денег, когда что-то продают, понимаете? И тут я увидел то, что продают стробоскопы 130 лямов. Я уже готов был ту Теслу продать. Уже думал там туда-сюда что-то делать, короче. Я реально очень сильно загорелся желанием купить стробоскопы. Но в итоге мне ребятки помогли. Большое спасибо Ибра. Большое спасибо Ваня. Конечно же, ребята, я понимаю то, что это просто пиксельная машина в игре. Я думаю, многие удивляются, почему я так восхищаюсь, почему я такой довольный там и так далее. То есть да, ребята, я понимаю то, что это просто пиксельная машина в игре. Но у меня была цель ее собрать. И я это сделал. То есть мне эта машина приносит эмоции. Но для чего мы еще играем игры? Мы играем в игры для развлечения, для эмоций, там и так далее. То есть можно сказать то, что моя цель выполнена. Я полностью собрал данный автомобиль. То есть буду ставить для себя другие цели. Конечно, нужно цели в жизни ставить. Это будет намного полезнее. Но в принципе, как бы я блогер. Поэтому что мне еще делать? Как бы я снимаю для вас контент. Я ставлю для себя цели в игре. Чтобы вам это нравилось. Чтобы вам это было интересно. Поэтому я в принципе думаю, я все делаю правильно. Вот так вот, ребятки. Вот такой вот как бы ПТС, очень сексуальненький, красивенький. Просто все зеленое. Все, что можно, все здесь есть. Даже гидравлика, понимаете? То есть весь тюнинг, который существует на проекте, есть в этой машине. То есть смотрите, вот у меня есть 4 автомобиля. Это Магнум, это М5, М4 и Тесла. Но чтобы вы понимали, только в М5 есть аудиосистема. Понимаете? То есть у меня только в одной машине есть аудиосистема из тробоскопа. То есть в остальных машинах ничего нету, кроме там неона и нитра. Просто я особо сильно не балдею по аудиосистеме. Ну как бы я ее слушаю, но очень редко. В основном я там могу включить музыку просто в ютубе и все. Потому что всего можно загрузить 20 песен. И они как бы надоедают. Поэтому у меня только одна машина с аудиосистемой. В будущем, конечно же, я думаю, это поменяется. Потому что у меня как бы уже есть бизнес. Охуенный бизнес за 2 миллиарда и 100 в городе Арзамаса. То есть мне больше, в принципе, ничего не надо. У меня есть дом на Рублевке. Теперь деньги я буду вкладывать в контент и в автомобили. Ну что ж, ребятки. Скорее всего, это финальное видео про этот автомобиль. Я, кстати, посмотрел дату, когда я начал его собирать. Начал я собирать его 13 июля. То есть 7 месяцев назад я начал собирать этот автомобиль. И вот вчера я поставил последний элемент тюнинга. А именно тробоскопы. То есть 7 месяцев я владел этим автомобилем. И 7 месяцев я потратил на то, чтобы его полностью собрать. И вложил в это 400 миллионов рублей. Я думаю, что больше роликов про него не будет. То есть это последнее видео. Финал, так сказать. То есть как бы я эту машину собирал. Можете ролики найти на канале. То есть я там сначала одно поставил. Другое, там третье и так далее. Поэтому вот такие вот дела. Я очень доволен. Реально, прям очень доволен. Все ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.